Ранним утром этот мужчина попасться сотрудникам ГИБДД явно не планировал. И сам не пристегнулся, и о безопасности своего ребенка не позаботился. Но по этому поводу совсем не переживает. А почему не пристегнутся? Забыли, к сожалению. А за безопасность ребенка не переживаете? Не переживаю, медленно вижу. Нет? Нет. А почему? Все-таки есть и другие водители на дорогах. Не только же от вас зависит дорожное движение. Ну, значит, аккуратнее ездить и все. Ну, а вдруг что? Все-таки много водяных ситуаций? С начала года 18 аварий случилось с участием детей. Ну, что надо пристегивать. К сожалению, это не всегда помогает. Инспекторы проверили не только правила перевозки ребенка. Водителю пришлось подышать в трубочку. Вызвал подозрения у сотрудников ГИБДД. Но промилле оказались в норме. Порой за безопасность детей на дорогах больше переживают сотрудники госавтоинспекции, чем сами родители. Почему без сидений? Вам не страшно за безопасность ребенка? Молодой человек. За детей-то не боитесь своих? До свидания. И почему без удерживающих устройств ездите? Почему без удерживающих устройств ездите? Молодой человек. Радует то, что безответственных водителей на севастопольских дорогах в этом риде поймали немного. За полтора часа только семь нарушителей. Каждому административка. Санкции данной статьи КОАПа предусматривают штраф в виде трех тысяч рублей. Были и такие водители, кто просто получил рекомендации. Вот, например, в этой машине маленького пассажира вместо бустера усадили на две подушки. Несерьезно, пожалуйста, посерьезнее относитесь к безопасности вашего ребенка. Счастливо будет. Гарант безопасности ребенка – добросовестный водитель за рулем. Только вот не всегда ситуация на дороге зависит от того, в чьей машине находятся несовершеннолетние. К счастью, большинство севастопольцев это понимают. Хороший, нехороший водитель. Ситуации разные бывают. Это детское кресло. Во время торможения оно-то удерживает ребенка. Поэтому даже на незначительной скорости, 20-30 км в час, при резком торможении ребенок улетает. Да не ребенок, любой. Риски на дороге существуют. Это объективная статистика. Безопасность ребенка все-таки превыше всего. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП на дорогах Севастополя с участием детей увеличилось на 38,5%. Случились 18 аварий. Пострадало 20 несовершеннолетних пассажиров. Получили различные степени тяжести, повреждения и травмы. В каждой седьмой аварии, которую зафиксировали сотрудники ГИБДД, детей перевозили без специальных удерживающих устройств. Возможно, такая статистика напомнит взрослым о том, что ребенок – главный пассажир. Вместе с сотрудниками ГИБДД водители инспектировали Юлия Ефремова и Михаил Волобуев. Информационный канал Севастополя.